шалом дорогие друзья с вами раввин каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе торы шмини или как ее называют 8 в ней дорогие друзья излагаются события восьмого дня от начала подготовки кого ним священников и первосвященникам к выполнению их задачи в храме это произошло первого ниссана на второй год после выхода нашего народа из египта арон принес требуемые законом жертвы и благословил народ но не зажег огня на жертвенник огонь на жертвенник спустился с неба свидетельствуя о том что в храме присутствует сам всевышний об этом рассказываю дорогие друзья первая часть нашей главы при открытии храма произошло трагическое событие погибли два сына арона надав явиву не спросив у маши они внесли на жертвенник зажженный ими огонь с воскурением это была их ошибка и всевышний немедленно покарал их всевышний запретила арону и оставшемуся его сыновьям проявлять скорбь чтобы не омрачать радость открытия храм и приказал им дорогие друзья не прерывать службу это была вторая часть и третья часть посвящена законам о кошерной вкусной пище казалось бы что можно узнать нового о кошерной пищи но глава шмини подчеркивает здоровом теле здоровый дух разделяет чистое и нечистое животное мы укрепляем не только физическую силу но и нашу душу глава дорогие друзья начинается с того что народ завершил строительство скини и святилищ 7 дней маши рабы но готовился к ее освещение и на восьмой день в скинии должно было состояться первое первое дорогие друзья жертвоприношение мудрецы говорят что на небесах это был самый-самый радостный день после сотворения мира так написано в талмуде мигела 10 б но разразилась трагедия двое сыновей арона принесли всевышнему чуждый огонь чего он не велел им вайкра 10 1 и огонь от всевышнего который должен был жечь жертвоприношение сжёг их радость арона превратилась в скорбь дорогие друзья в этом эпизоде описано как священное порождает мощную энергию которая может быть смертельно опасны если применяется конечно не должным образом мой вопрос дорогие друзья как цифра 8 разрешает нашу проблему давайте попробуем разобраться начнем мы с вами с того что мы все в каком-то роде машей арон в смысле ответственности за себя за семьи за своих близ близких за своих друзей мы не только выходим из нашего египта но мы строим планы и реализуем их мы читаем о том как маша поручила арону быть первосвященником арону маша сказал так написано в торе подойди к жертвеннику принеси свою жертву за грех и жертву все сожжение искупить себя и весь народ соверши жертвоприношение от имени народа и узк искупи его как повелел всевышний вайкра 97 здесь дорогие друзья упоминается о том что арон должен был совершить жертвоприношение в виде быка и барана а сынам израиля еще козла и ягненка этим всевышний напомнил народу израиля проступок которые совершили братья продав юсипа в рабство поэтому теперь они должны искупить этот грех дополнительной жертвой первый урок который мы учим следующий нам следует помнить о том что к единению нашего народа ведут молитвы изучение торы и конечно же добрые дела и слов приступи к жертвеннику можно понять что арон боится подойти ближе машей ему говорит не стыдись не бойся ты же был избран для этого но почему арон боится наша традиция дорогие друзья дает этому два объяснения первое состоит в том что арон был охвачен трепетом при приближении к дому всевышнего второе то что арон при виде рогов жертвенника вспомнил о золотом тельце как мог он человек который сыграл ключевую роль в том ужасном событии золотого тельца взять на себя функцию главного участника обряда искупления грехов нашего народа муж и напомнил ему что именно ради искупления грехов люди и сделали этот жертвенник а то что всевышний избрала арона первосвященником стало знаком того что арон прощен надо отметить что до этого момента арон был вторым человеком после маше и есть огромная психологическая разница между помощником вождя и собственно вождем это вторая причина по которой он боялся подойти с другой же стороны эти события раскрывается в трагической истории о двух сыновьях арона на давиавиру которые принесли всевышнему чужды ему огонь чему он всевышний не велел мудрецы предполагают несколько толкования этого эпизода одни считают что оба они были пьяны другие полагают что дело в том что они ставили себя выше народа выше арона и выше маше впрочем подлинный контраст тут возникает между ароном и двумя его сыновями они были полной противоположности ему арон был чрезвычайно осторожным и маше пришлось его убеждать и уговаривать приступить к исполнению своих обязанностей надав и авих уже отличались не отличались осторожностью они так горячо желали получить это место исполнять роль священников что их самонадеянность обусловлила их крах поэтому недельная глава и начинается или называется шмине цифрой 8 намекая на компромисс решения вакансии руководителя и отношения к этой должности наши мудрецы комментируя тору задаются вопросом почему этот день назван восьмой день что было на самом деле посвящение арона и его сыновей длилась 7 дней дорогие друзья от входа в шатер откровения не отходить 7 дней пока не пройдут дни посвящения вашего ибо 7 дней продлится обряд вашего посвящения вайкра 833 за это время был освящен алтарь а следующий день был отделен от предыдущих он был предназначен для посвящения арона и его сыновей в служители святилище наши мудрецы дорогие друзья так отвечают на этот вопрос тот день назван восьмым дабы подчеркнуть его необычайную природу ведь скорее после этих слов сказано сегодня всевышний откроется вам то что всевышний открылся именно в этот день они в дни посвящения объясняется в торе тем что это был именно восьмой день всем число дней недели измерение земного времени символ человеческого пространства 8 символизирует святость бесконечность если ее перевернуть неподвластную человеку вот почему обрезание нужно делать на восьмой день и даже в субботу ведь обрезание происходит на восьмой день от рождения а суббота это седьмой день недели выставлены человеком другими словами шаббат суббота относится к человеческому измерению времени а обрезание уже к области святого сверх естественно а требования другу духовного превалирует дорогие друзья над требованиями физическом понимая это дорогие друзья можно добиться правильного результата и сделать все дни нашей жизни радостным этого дорогие друзья я нам всем и желаю будьте здоровы браха вас лоха делайте так чтобы духовное всегда была впереди материального шаббат шалом а